Тарелка, что еще здесь написано, прочесть дневник, ну да, больше здесь, в общем-то, ничего интересного и нет. Давайте тогда книги, дневник Маргарет, разузнать о Тонаре. Встречаемся сегодня в Сокровищнице, долго же они конетелились, эти люди ведут себя так, будто владеют тут всем. Тонар, серебряная кровь, младший брат, заключает все сделки, принуждает местных землевладельцев продавать ему свои наделы. Даже нанял эту юркую девчушку стоять у двери и отваживать всяких бузил вроде меня. Генерал Тулей уже начинает терять терпение, но я все-таки выцарапаю контракт на шахту Сидна. Что бы не провалиться, если я позволю кучке сочувствующих братьям Буря владеть тюрьмой, где сидят самые отъявленные преступники предела? Они говорят, что никому не удается сбежать. Почему? Действительно ли там все так надежно? Возможно, я поторопелось стягаться с Тонаром. В этом городе тени снуют за каждым углом, и я готов выручаться, что за мной следят. Вот так вот, такое таинственное послание для нас оставили. Ну, ее убрали тоже, походу. Убили ее. Давайте, теперь нам Непус остался и Тонар. Опять драться, что ли? Да вы задолбали. Так, я не хочу никому помешать. Хочешь, не хочешь? А получается, что от тебя людям плохо. Учти, это твое последнее предупреждение. Здесь мы следим за порядком. Не лезь в наши дела. Так и сделай, золотой. Так, теперь к нам к Непусу надо отправиться. Ну да, в следующий раз нам, в общем-то, не сдобровать, я так чувствую. Разузнать о Непусе и разузнать о Тонаре. Давайте сейчас... Почему ты спрашиваешь? Я страж Стендара. Мы думаем, в этом доме собираются доедропоклонники, проводят ритуалы и прочее. Тебе нужна... Нет. Нет, 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 не хочу. Я ничего не... Не, извиня, я ничего не знаю. Да не за что. Хватит пока на этом остановимся по... Так, сокровищница. Что за сокровищница? Что здесь у нас? А, разузнать о Тонаре. Ну да, сокровищница. Там именно про нее было написано в дневнике Маргрет. Так, давайте говорить с этой бобенкой, с Риадой. Сокровищница на самом деле открыта лишь для клана Серебряная Кровь. Тебе здесь не место. Я к Тонару. Я попросил, чтобы его никто не беспокоил. Он деловой человек. Он меня ждет. Нет, он тебя не ждет. Так, ладно. Я не спрашиваю твоего разрешения. Проходи, конечно. Не смею задерживать. Так. Ладно, пока хватит на этом с расспросами. Давайте туда дальше проходим. Что-то они все так... Стоит немножко надавить, и как они все... Сразу шелковыми становятся. Ух ты, книжечка какая. Язва квартала серых. Да, ничего, эта книга нам не дает. Да, обидно, обидно, обидно. Так, может быть здесь что-то стащить? Норды, восстаньте. Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. Нет полезных книг, друзья. Я замужем за Тонером, серебряная кровь. А я к нему сейчас покой пройду. Спасибо. Привет, Тонер. Я хочу поговорить о Маргарет. Ух, как он обзывается. Что? Боги мои, Бетрит. Что случилось-то? О, фак. Давайте, давайте что-нибудь делать. А кого надо лупить-то? Донала? Давайте, валим, 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 валим. Ух ты. Ни хрена себе. Бабушка Ильден. Она сама себя воскресила, что ли? Да сдохни ты уже, а. О, ес. Посмотрите, он не может сдохнуть. Я хочу дорога. Моя жена. Они убили ее. Будь проклят, Мадонах. И будь прокляты его изгои. Она спокойно. Смотрите, где тут эта телка. Мне очень жаль. Ничего тебе не жаль. Не ври. Ты хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки. Их король гниет у меня в Сидне. Он должен был держать их под контролем. Разузнали о Танаре, да? Ты заключил сделку с изгоями. Если хочешь, я уберу Мадонаха. Надо, надо, очки надо. Что тебе еще надо, проклятая ящейка? Это все твоя вина. Да пошел ты, ублюдок. Вы с Мадонахом просто животные. И вы у меня оба за это в Сидне сгниете. За что? А теперь вон из моего дома. Ну ладно. Вон так вон. Давайте сейчас в этой горске пепла посмотрим. 46 золота, оказывается, здесь есть. Вино здесь есть. Вы представьте, вот такой горский. Вот сколько всего тут. Кольцо с гранатом. Золотое жерелье. Да обалдеть вообще. Ключ от сокровищницы Маркарта. Супер. Это жена его была. По всей видимости. Оу, да. Навык стрельба повышается. Хелффакин е, как мне это нравится. Да, женушку его прикололи там, нормально. Ну все, выбираемся. Теперь к Непусу сейчас с вами отправимся. И потом встретимся с тем молодым пареньком. Надеюсь, нам сюда... Да, вот сейчас нам дом Непуса надо посетить. Каким-то образом. Наверное, он все-таки здесь где-то наверху. Дом Непуса? Простите, где дом Непуса? Так, может быть еще выше? Да, вот он дом Непуса. Хелффакин е. Что-то я часто стал говорить эту фразу. Ну ладно, ничего страшного. Вашу прощения. Что тебе здесь нужно? Что мне нужно? Мне нужен я к Непусу. Нам не сообщили о твоем визите. А старику нужен отдых. Приходи в другое время. Ну давайте попробуем сейчас убежать. Все в порядке, дорогая. Пусти ее. О, спасибо. Спасибо. Ладно, Непус. Нифига старик. Он сказал. Заходи. Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Так что тебе нужно? Непус носатый. Ой, нет, 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 нет. Не в коем случае. Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Так что тебе нужно? Что мне нужно? Так, ты изгой. Так, 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 так. Я знаю о Вейлине. Да, ты настоящая ищейка. Да, ты настоящая ищейка. Ну что ж, тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю младых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоев. Я устал. Я так устал. Почему ты устал? Потому что так велел мой король. Мадоннах. Когда норды подавили восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю, каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. Понятно. Все разузнали о Непусе. Вернуться к Элтрису. Так, ты с такой готовностью мне все рассказываешь? Действительно как-то странно. Девочка моя, почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живой? О мой факин гад. Девушка, что встречала тебя у двери, агент изгоев, переодетая служанкой. До тебя сюда уже приходили искатели правды. И после тебя тоже будут приходить. Что ж это за бред? Ладно, давайте мы тогда спросим сразу, кто такой Мадоннах? Он король в лохмотьях. Человек, в чьей власти был когда-то весь предел. Он разжигает ярость угнетенных. Приказывает им убивать врагов-изгоев во имя нашей победы. И все это из шахты Сидна. Из нордской тюрьмы. Какая ирония. Ну что, будет драка? А что за восстание, о котором ты говорил? Потому-то мы и зовем себя изгоями. Мы не можем вернуться на...